Добрый вечер! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Ирина Хануни-Крамбальская. Водный экстрим в центре столицы. Тонкий лёд не пугает заядлых рыбаков. Свислочь почти оттаяла, однако любители зимней ловли по-прежнему сидят у лунок, рискуя жизнью. Сейчас лёд может выдержать разве что уток, но отчаянные горожане смело разгуливают по акватории. Видимо, удильщики так увлечены своим хобби, что забывают о безопасности. По правилам толщина льда должна быть не менее 5-7 сантиметров, а главное, он должен быть однородным. Конечно, опасно, учитывая, что здесь буквально два шага и уже вода течёт. Естественно, негативно, потому что есть случаи, и много людей погибает, поэтому я, например, не вижу смысла ради увлечения подвергать себе опасности. Может, им хочется экстрема, знаете, как интересно подо льдом побарахтаться в тёплой мартовской воде. Предвестники весны на улице Янки-Мавра, учебная тревога во дворце спорта и яркий наряд для пятиэтажки на улице Пулихова. Интересные подробности этого дня не упустила наш дежурный по городу Ольга Власовец. А в августе зацвёл жасмин, а в феврале – подснежник. Предвестники весны распустились на улице Янки-Мавра. Сказка Самуила Маршака 12 месяцев стала реальностью. Апрель поменялся местами с февралём. И вот зимой из-под белого покрывала пробились первые цветы. Ранние подснежники на фоне городского пейзажа – зрелище необычное для столицы. Особенно учитывая, что на улице пока ещё зима. Флористическая композиция стала маленькой сенсацией для жителей двора. Очень так зимой, неожиданно просто. Ещё даже вода, снег лежит где-то местами. Ну, вообще, просто чувствуется весна. Очень приятно, радует глаз. Более десятка единиц техники и сотни спасателей окружили спортивное сооружение на проспекте Победителей. По легенде, в зрительном зале случилось возгорание с задымлением. Огонь перекинулся на крышу. Быстро прибыли первые расчёты МЧС. Чётко сработал и персонал Дворца спорта, который оперативно организовал эвакуацию людей. Такие учения помогают спасателям быть в боевой форме, а администрация отрабатывает действия на случай ЧП. Мы постоянно проводим такого рода тренировки. Основной категорией объектов, представляющих для нас особую сложность, являются, конечно же, объекты с массовым пребыванием людей. И помимо того, что мы отрабатываем действия наших подразделений по тушению пожара и спасению людей, основной задачей всё-таки является проверка действий администрации таких объектов, именно их готовности к эвакуации персонала и посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Дизайнерский наряд от столичных строителей «Пятый дом» на улице Пулихова преобразился до неузнаваемости. По взмаху малярных кистей на месте тусклого здания появилось совершенно новое строение. Дизайнеры сделали свою работу на пять с плюсом. Немного ярких красок на белом полотне штукатурки и неприглядная пятиэтажка становится украшением улицы. Капитальный ремонт пошёл дому на пользу. Цветной полосатый принт на стенах здания выглядит гармонично и подобран согласно последним трендам сезона. Мне очень нравится, я считаю, что это, конечно, здорово, что он так преобразился. Раньше был очень серый, было очень скучно ходить, а здесь сейчас идёшь и поднимается настроение. И так прям по весеннему очень свежо и здорово. Ваши видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайте tv.by в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии единицы 600-700. И помните, нам важны подробности. Столица в предвкушении женского праздника. С 6 по 8 марта город заполнится цветами. Прибрести розы, тюльпаны и мимозы можно будет не только в магазинах и павильонах, но и на открытых площадках в каждом районе, а также на вокзалах и в подземных переходах. Планируется, что в городе можно будет купить и местные цветы, выращенные на приусадебных участках. Точки продажи определяют администрации районов. Мы со своей стороны добавим эти точки с цветами, вот на, как я уже говорил, на автовокзалах, в метро, в переходах, чтобы все смогли купить цветы своим женщинам и поздравить их с 8 марта по доступной цене. Много детей не бывает. В центральном районе весной откроется клуб для многодетных семей. Здесь можно будет не только обменяться опытом в семейной жизни, поднять настроение, но и найти ответы на вопросы как социального, так и правового характера. В клуб ежемесячно будут приглашать юристов и психологов, а для детей организуют десятки бесплатных кружков по интересам. Чтобы вступить в клуб, нужно лишь предоставить удостоверение многодетной семьи в отдел социальной службы. К слову, прием заявок уже открыт. На сегодняшний день уже имеется порядка 25 заявок. То есть люди активно интересуются, на что они имеют право, какие у них льготы, социальные гарантии. У нас в центре работает юрист, консультирует данные семьи, психолог также. Поэтому проблема очень актуальна. И на данный момент есть такая возможность создать данный клуб на базе центра. Это позволит узнавать какую-то информацию новую, более-менее актуальную, быть в курсе, общаться с такими же людьми, с такими же семьями. Весна в ритме спорта к чемпионату мира по хоккей даже у цветов появятся клюшки. В озере Ледового дворца на улице Притыцкого в апреле расцветет мужественный хоккеист. Его смастерят из специальных ковровых растений. Материалом послужит неприхотливая бегония и декоративная цинерария. Проект композиции уже готов. Осталось только дождаться благоприятных температур для посадки. А приглядывать за красочным хоккеистом будут специальные мобильные группы. Что касается организации Ледового дворца Минского по Притыцкого, они будут выполнять работы по благоустройству, то есть по созданию цветочной композиции, тематической, поскольку это Ледовый дворец, там высаживается хоккеист, это ковровые растения. Кроме того, будут созданы мобильные группы, которые будут в течение всего времени функционирования этих зон наводить там порядок. На календаре февраля за окном весеннее солнце. Чувствуют ли минчане долгожданную смену пары года? Наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Погода хорошая. Город прекрасный, чистый, в солнышках светит, убрано все. Настроение веселое. Чувствуется в воздухе запах весны. И сразу внутри, хочешь не хочешь, но пробуждаются какие-то затаенные чувства, какое-то движение внутри. Хочется жить. Пешком идем от общежития, значит. Так могли бы проехать, так видите, солнышко решили пройтись. Хожу я в верхнюю пуговицу, то застегну, то расстегну. Солнце, конечно, радует, но грязь, которая была вчера, немножко огорчала. Но весна, конечно, чувствуется, хоть и февраль пока. Я на районе живу, в Смолевичах. Тем более там чувствуется. Мы уже начали парник делать. Уже цветочки у нас появились. Уже без шапки хожу, без головного убора. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которой всегда рядом работала Ирина Хануни-Крамбальская. Всего доброго и до встречи.